Ну чё, ребят, давайте побежали, короче, разрабатывать в Big Philosophy Tier List. Чё, поехали, как это работает? Воу, 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 как это, как это размещать? Как это размещать? С, А, так, ребята, так, уже сразу сложно, уже сразу, так, они как, ага, они помещаются, это хорошо, это хорошо, что они помещаются. Ну, в общем, давайте формировать сначала самый низкий тир. Так, Ханна Арендт, ну пока пусть будет здесь. Ну, Дэнет, кусок говна, конечно, безбесполезный. Так, соответственно, ну, Парменид моё почтение, Парменид сразу же куда-нибудь там, ну хотя бы А, хотя бы А, Пармениду надо бы нафигачить. А имена будут? Можно имена, пожалуйста? Просто, ну, просто я не всех по портретам знаю, например. Вот чё это задет? Это Архимед вроде бы, да? Ну, то есть он с пирамидой стоит, это, наверное, Архимед. Логично предположить, что это Архимед. Это Бионт, что ли, Александрийский? Или Гераклит? Так, Гераклит вроде и Бионт прожил, блядь, и вот так, ладно. Ладно, блядь, охуенно. Ну, то есть определять их без, определять по всем портретам без всякой вот этой вот, без подписи, моё почтение, конечно. Ну, Шопенгауэр тоже куда-то в А, наверное, пока что пойдёт. Ну, здесь что-то в районе F, Витгенштейн сюда идёт. Штирнер поближе кверху, наверное, тоже. Пока, пока подумаем, ребят, подумаем, кто куда идёт. Так, соответственно, соответственно, блядь, Рассел идёт тоже куда-то вот, да не, он даже ниже, короче, Витгенштейн вообще не сильный. Жильделёс повыше немножко, Юм, да Юм, наверное, вот сюда. Да, мы потом всё перетасуем, сначала посмотрим, кого мы знаем. Привет, спидвагон. Тут я ещё просто, так, Демокрит идёт тоже близко кверху. Потом мы потом на С будем смотреть, кто из А больше всего подходит. Аристотель, ну, Аристотель пониже, мне не нравится Аристотель. Ага, 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 Бергсон, Бергсон, Бергсон нормальный, к Юму, наверное. Вот давайте вот так, вот так, вот так, вот так, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, короче. Сейчас будем думать вообще, это Довлатов, что ли? Блядь, что? Я просто не всех по портретам знаю, серьёзно, у меня, у меня problems. Короче, так, 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 ну, это тоже к Юму, короче, сюда. Так, ну, Вольтера нахуй, короче, сюда тоже фигня полная. Это тоже сюда. Так, вот этих ребят повыше пока что, пока что повыше, но будем смотреть. Сейчас, надо всех поебальникам ещё определить, потому что это тяжело. Бекон и Кортезий, соответственно. Так, это Беркли, Беркли, Бекон, Кортезий, поехали. Вот этого усача, я не знаю, их тут два вообще, просто в самый низ. Если я их помещаю, потому что я их, не знаю, Лев Толстой тоже в самом низу. Нахер он тут нужен вообще. Так, давайте. Да, Дэ, это просто постмодернисты здесь будут. Ну, Фуко, ну, Ко-Ко-Ко, короче. Фуко где-то к Расселу пусть пойдёт, не очень интересная идея. Да ну, ёбаный в рот. Да вы охуели просто. Так, Лебнец высоко, Лебнец где-то вот сюда тоже идёт. Сейчас, пока. Это реально Давлатов, что ли? Я, 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 может, тупой, я просто, вот, я не знаю, но... Что, блядь, за самурай ёбаный? Кто это, блядь? Это Якоби или Кант, нахуй? Это Якоби или Кант? Якоби, блядь, ниже идёт. Где, Якоби, где-то здесь. Кант, где-то здесь. Кант там есть вообще, блядь? Это они, они кого здесь понимают? Видимо, они под этим ебаланом имеют в виду Канта, я думаю, да? Ну, Кант, может быть, сюда пойдёт даже. Хотя хэзэ. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, короче. Здесь какие-то православные. Это вроде Филон Александрийский, я уже не помню. Давайте загуглим Филона. Ну, Филон христианин, его нафиг. Сейчас, Филон. Филон. Александрийский. Он же. Сейчас. Да, это Филон Александрийский. Идёт ты куда-нибудь вниз тоже. Хотя, не, повыше немножко. Это оригинальный христианский мыслитель. Пусть идёт повыше. Ты не самый тупой. Это Якоби, пишет Владислав. Так, Канта там есть вообще? Кант есть здесь? Я не вижу Канта. Да, я... Так, это... Стоп. Блядь. Это Гераклит. Это Пармени... Это... Вупсень! Это Пупсень, блядь. Охуеть просто. Ну, оба туда идут. Вупсень и Пупсень. Гераклит и Парменито. Или как это? Так, Гусарль хорош, кстати. Гусарль довольно неплох. Его куда-то вот сюда пока что. Такс. Ага. Ну, это древние. Древних сюда. Блин, Бакунин... Ну, я не знаю. Ну, такое не философия, короче. Шеллинг куда-то сюда пока. Так. Штирнер. Штирнер высоко у меня будет. Беркли я перевожу наверх. Наверное, этого тоже. Хотя, стоп. У нас основной критерий это... Новаторство, наверное, будет. Новаторство. Блядь. Питерсон. Да Питерсон вообще в жопу просто идет. Вот сюда Питерсон. Питерсон вообще дно. Да Влатов или кто идет нахер тоже отсюда. Просто вообще ему здесь не место. Блядь. Да вы ебнулись что ли? Это один и тот же человек, вроде бы. Я вот, может, что-то путаю, но... Очень похожие портреты. Ладно, хер знает. Я со всеми этими каменными лицами задолбался. Сартер. Ну, где-то сюда. К Расселу, наверное, его поместим. Да, но мы сейчас посмотрим. Это типа Лао Цзы, наверное. Это, наверное, Лао Цзы. Ну, Лао Цзы идет наверх. Парменид идет наверх. Гераклит идет наверх. Шпенгауэр более-менее вторичен. Ну, давайте этих чуваков сюда переведем. Бергсон здесь. Здесь. Поехали. Так. Это Таро вроде бы. Ну, этот, который Уолден в лесу написал. Но он куда-то сюда идет. Это писатель скорее. Так. Ясперса я поместил сюда, судя по моим предпочтениям. Да, и по новаторству. Ясперса я бы поместил сюда. Поппера. Ну, тоже туда же я поместил. Ничего сильно нового вроде бы. Ну, ничего откровенно нового. Прям вообще разительно. Немножко преобразовало некоторые вещи. Бля, Жан-Жак Руссо идет на дно. Тоже вот со всеми вот этими вот недофилософами, которые, в общем, ну, это вообще дно. Так. Это Платон. Ну, Платон-эклектик, короче. Платон-эклектик. Платон-эклектик. Платон хороший эклектик. Платон должен быть рядом с Аристотелем. Ну, Аристотель тоже хороший эклектик. Смотрите. Первое место. Первое место это вообще новаторы будут. Вообще тупо-тупо новаторы. Вообще затащили. Второе место более-менее уже эклектичное. Хорошая, качественная, мощная Эклиптичная философия Вот она Вот здесь на третьем месте Эклиптичная философия немножко похуже Наверное, хотя хрен его знает Хотя вот, да, 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 да Немножко более такого Знамечательного характера, Юма тогда тоже сюда И лебнется сюда Потом идет философия Вообще менее такого Важного, хотя хуй знает, ладно Стремно У меня просто на тирлист столько не хватит Тирлист много позиций сразу Для оценивания Гегель Ну, Гегель идет куда-то тоже вот сюда Видимо Такое вот, да, подхристианство Потому что, да Смотрите, вот оригинальное философствование Это А, оригинальные Эклиптические системы Б, это уже такие около подхристианские Эклиптические системы, они обязательно включают В себя христианство, но Шеллинга тоже поднимаем Потом Потом уже идут такие, знаете, более-менее частные исследователи Их мы, кстати, наверное, всех сюда поместим Потом идут частные исследователи более низкого уровня Более низкого уровня Ну, вот частные исследователи Вот, наверное, сюда Филона Хотя, хрен знает Филон мне не нравится Еще раз повторю Филон мне не нравится Е это, ну, вообще никто. Е просто нули. Ну, то есть, это люди, у которых продуктивное количество философии вообще где-то нули было. Я не знаю, что это за Адольф Гитлер, честно говоря. Я, может быть, туплю. Ну, вот люди без какого-либо философского новаторства своих систем нормальных не создали. А Ф это вообще какая-то поебота, в общем. Ну, то есть, Питерсон вообще к философии отношений никакого не имеет. Он, по-моему, Ницше, 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 Ницше взлетает вот сюда. К Платону, Аристотелю уже без христианского воздействия, потому что... Ницше один из немногих мыслителей, которые оторвались от христианского воздействия. Кант, например, не оторвался. Кант не оторвался, он поэтому эклектик, но вот на уровне Б. А Ницше, Шопенгауэр, Штирнер, они оторвались от христианского воздействия, и они в этом смысле молодцы. Это Сеника, кажется, иди отсюда вон. Хотя, ну нет, ценник и сюда вообще, отстой полный. Хайдегер, 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 вот сюда, частные исследователи. С это частные исследователи. Вот они, они более-менее частные аспекты каких-нибудь там философских систем исследовали. Конфуций. Хрен знает с Конфуцией. Ну, Конфуций в топе, он один из основателей конфуцианства. Прям основатели школы, они очень высоко должны стоять. Библер вроде бы, да, Библер его вроде бы зовут. Но это тоже частная философия, хорошая частная, экзистенциальная, пойдет сюда. Так, ищем знакомые лица. Карл Маркс, Карл Маркс, Карл, Карл, Карл Маркс. Да, вот сюда идет вместе с Гегелем и прочими, реально создал очень интересное свое учение. Должен быть здесь. Так это Посейдоний вроде бы. Посейдоний. Так, Посейдоний. Нет, Посейдоний по-другому выглядел. Так, это Зенон. Зенон, Зенон или Китийский. Китийский. Зенон Китийский, правильно? Нет, Зенон Китийский по-другому выглядел. Он есть здесь вообще, Зенон Китийский? Ебаный брат. Зенон Китийского я здесь не вижу. Так, блин, это Плотин получается. Прошу прощения. Ну, вряд ли. Я Плотин и не помню, как выглядит. Серьезно? Я не помню. О, да, это Плотин. Ну, Плотин Эклектик ниже уровня по Платону, потому что он как раз под Платоном. Он под Платоном. Да, это Плотин. Я позабыл. Прошу прощения, моя вина. Приветствую, Тотенфюрер. Приветствую, Тотенфюрер. Что ты не ожидал, что их настолько дофига? Да, их дофига. Мы, может быть, даже больше половины из них раскидывать не будем. Вот эту вот херню всю арабскую мы вообще рассматривать не будем. Киркигора. Ну, сюда тоже, на С. Это, этот, как там его, Деламбер или как-то там его тоже в самое дно. Может, все ряды задействовать? Не, а мне больше рядов не нужно. Ну, то есть, слишком много рядов. Ну, это Архимед, получается. Но Архимед такой себе философ. Что он нового придумал, это тоже Е. Ну, нет, на F у нас самое днище. На F у нас самое днище, конечно. Так, вот, блин, Диоген хорош. Диоген хорош, но недостаточно. Диоген, он вот где-то тоже частный мыслитель в своем направлении. Именно как мыслитель он слабоват. То есть, он человек, который хорошо себя вел в соответствии со своим направлением. Это гепатия вроде бы, наверное. Это какой-то, блядь, самурай. Самурай, блядь. Это Кропоткин, что ли? Это Кропоткин, наверное. Ну, как философа, я его не особо рассматриваю. Маккиавелли. 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 Он частный исследователь. Немножко более низкого порядка, чем те, кто повыше. С треугольником Пифагор. Окей, Пифагор вверх тогда. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Да, Пифагор вообще наверх. Ну что, нет, нет никого на самом дне. На дне пусто. Такс. Пиздец, блядь. Я уже почти, я пошел вообще вон отсюда. Господи. Мусор. Будда на самый верх идет, конечно. Сократ идет к Платону. Сократ идет к Платону. Ну вот как-то так. Даже Питерсона сюда запихали. Согласен. Ну, черон, короче. Да я хрен знает, черона вообще выписываем из философов. Ну, Зигмунд Фрейд не философ, конечно. Так, Спиноза идет к своим парням вот сюда. Тоже частные мыслители под воздействием христианства и иудаизма. Такое себе. Гопс. Да, на самом деле почти все знаменитые мыслители нового времени, они вот имеют достаточно высокий характер. Понимаете, я-то наоборот, я когда рассматриваю историю философии, я фиксирую, что популярные философы прошлого, они были прям офигеть какие продуктивные. И с каждым поколением, ну вот с каждой новой эпохой эта продуктивность снижалась. Иногда происходили некоторые великие вот исключения типа Штирнера, Ницше и Шопенгаура. Вот эта вот вся философия на уровне Б, она по большей части вот из одной эпохи, именно потому что там отбирали мыслителей вот по качеству вот такой вот продуктивности. Там нельзя было быть совсем уж не христианином, а антихристианином, да? Так, Аквинский. Куда бы нам Аквинского? Ну Аквинский частный мыслитель, достаточно хороший частный мыслитель. Я бы даже повыше Витгенштейна его поставил. Ну Е это просто вообще не очень мыслители. То есть я не знаю, как их вообще можно рассматривать как мыслителей. Ну Достоевский вообще в ад идет вообще никакой, даже хуже, чем Толстой. Так, Фихте, Фихте из 300 бакс идет сюда, Фихте к своим парням идет, оригинальный мыслитель, достаточно хоть и под Кантом, но норм. Камюха, Камю, 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 но идет тоже к пацанам пониже. Он по-любому ниже Сартра как философ, по-любому ниже Сартра как философ, продуктивный. Это бесспорно. Так, Симона вообще выносится из списка, прошу прощения. Так, 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 ну его наверное куда-нибудь, блядь, куда его поместить? Чего он нового придумал? Ну сознание, природа, блядь, природа, сознание как часть природы, да, одна из сил природных. Да ну тебя нахуй, Чалмерс. Да не-не-не-не-не, ну идешь к Толстому, короче, соответственно, идешь, короче, к Толстому, безусловно. Чалмерса я не могу спасти никаким образом, вот-вот, извиняюсь. По степени оригинальности. Опа, опачки, опачки, ну короче, постмодернизм рулит. Хотя, наверное, постмодернисты все равно повыше будут. Постмодернизм он оригинальнее, чем аналитическая философия, как ни посмотри. Ну вот, простите меня, простите, я вот так оцениваю. Не люблю аналитическую философию по степени ее оригинальности. Блядь, я что-то перепутал. Я что-то перепутал, да? Я что-то перепутал. Нет, я не перепутал. Сейчас. Сейчас будем гуглить. Так, правильно же это, это Ролан Барт? Да, это Ролан Барт, правильно узнал. Ролан Барт хороший постмодернист, помещаем его к другим хорошим постмодернистам вверх. Хорошие постмодернисты вместе сидят здесь и тусуются. Так, поехали. Вот азиатов, вот этих вот арабов я не узнаю, в принципе, потому что, ну вы это видите, добро, да? Тут кто-то из них Амар Хиям, кто-то Ибн Рушт, кто-то еще кто-то, но я их просто не найду. Ну, блядь, Жижек не философ, тоже пошел отсюда вон. Ну, то есть даже ниже Зигмунда Фрейда по уровню философии. В принципе, тоже очевидно, что до Зигмунда Фрейда ему еще скакать и скакать. Так, Фейербах, Фейербах, куда идет Фейербах? Ну, Фейербах пониже по уровню все же, чем все его предшественники. К сожалению, я его оцениваю пониже по степени оригинальности. Все же такой частный, скорее, исследователь, частный исследователь. Ну, блядь, Гераклит это? Это Гераклит или Бионт? Как его? Гераклит. Как же бесит, когда одни и те же... Не, Гераклит по-другому выглядит, кстати, да. Вот у Гераклита каменная ебала вот здесь оно. Вот оно вроде бы, или нет? Блядь, пиздец, как сложно. Пиздец, как сложно с этими античными каменными бошками. Потому что половина из них вообще почти одинаковая. Ладно, поехали дальше. Тюк, блядь. Так, Соловьев не философ тоже. Идет куда-то вот сюда на дно. В философии человек не занимался принципиально. Так, сейчас я вспомню. Я вспомнил фамилию, я ее просто проверю на всякий случай, чтобы не обосраться. Фалес, думаете? Ну, если фалес, то идет на самый верх. Я правильно угадал фамилию. Вот этого дядьку зовут Хабермас. Правильно. Я правильно помню Хабермаса. А это значит, что мы помещаем Хабермаса, ну, не знаю, к своим, короче, вот сюда на уровень D. Если это фалес, то фалес, конечно, идет на самый верх. Ну, то есть, опять же, да, мы условно определяем вот эту каменную голову. Где она? Я ее уже поместил куда-то. Я уже поместил эту каменную голову. Господи, у меня зрение пропало. Вот. Эта каменная голова, она идет на самый верх. Фалес, один основоположник античной культуры, конечно, идет ближе к верху самому. Поехали. Колдуем, блядь. Просто ищем знакомые лица. Это Суньцзы, наверное. Суньцзы, вторичный философ своего, в общем, времени. Если это Суньцзы, то Суньцзы идет куда-нибудь вот сюда, наверное. Суньцзы идет куда-нибудь вот сюда. Блядь. Сейчас романтики все пошли. А романтиков я не помню. Лок. Лок идет к своим ребятам сюда тоже. На Б. Конечно же. Блядь. Не, есть знакомые лица, в смысле. Но я уже не помню, как кого зовут. Так, я помню его. Так, это Агюст Конт. Правильно, это Агюст Конт. Агюст Конт. Да, да я хер знает. Придумать учение, где мы просто хвалим науку, не очень круто. Пошел нахер отсюда. Что ты тут вообще делаешь? Конт идет вниз. Какая-то баба. Геоте. Ну, Геоте, как философ, сюда куда-то. Идет что-то между литературой и прозой. Ну, то есть, смотрите. Геоте, что-то между литературой и прозой, там непонятно. Его оригинальное философское учение, оно что-то в глаза не особо всем бросается. О нем никто не особо не знает. И оно не особо оригинальное. Он охеренный писатель с философскими всякими там вот этими фишками интересными. Поэзия просто мое почтение божественное. Но вот, как философ, он сюда никак не помещается. Прошу прощения. Так, внимательно смотрим, знакомые лица ищем. Блядь, я же знаю этих чуваков. Сейчас. Ну, давайте... Это он? Это он же? Нет, не он. Это не он, я не угадал. Ну, вот и пошла, короче. Вот и пошла матча по трубам, соответственно. Кайф. Блядь, они бы хоть подписали бы их, лол. Ну, серьезно. Интересно, они бы лучше... Ребят, кого еще можно узнать? Или все-таки это Таро? Сейчас. Так. Да, я перепутал этот Таро. Ну, Таро идет нахер тоже. Безусловно, идет нахер, не философ. Так, а кого я перепутал с Таро? Где он? Где он вообще? Хрен его знает. Там, справа, на третьей строке Архимед. Справа. На третьей строке. Справа, на третьей строке. Вот это Архимед. Ну, Архимед, мое почтение, не философ. Идет отсюда. Идет отсюда, вон, Архимед. Так. Во, Гераклит! Вот, Гераклит идет наверх. Все, это картина с Гераклитом. Опять же, блядь, надо вспоминать все эти ебаные картины, которые всякие ебланы, короче, рисовали, да? Это Гераклит был. Это картина с Гераклитом. Все, вспомнил. Окей. Так. Ну, сейчас вспомним еще одного. В смысле, не этот. Там больше никого похожего нет. Так, Адама Смита мы нашли. Ну, Адам Смит, очевидно, не совсем философ. Где Адам Смит, блядь? Я приебал. Вот он, вот он, вот он. Адам Смит. Все, правильно. Правильно вспомнил. Так. Ну, Адам Смит, я не знаю. Ну, где-то, где и Гетта, короче, по уровню философии. В смысле, не этот. Что-то, кто там? Там больше никого из греческих голов не осталось. Амархиям не араб. Да насрать на Арама Хияба и Мараба Мирай Мираба. Тут кто-то, блядь, Авиценна, кто-то Альфараби, кто-то там, может быть, Амархиям и еще что-нибудь такое. Короче, все арабы идут, короче, вот куда-то вот сюда, по-моему. Все арабы идут сюда. Ну, арабы это такая, вот знаете, что-то между литературой и философией, по большей части. Там перепатетики, ученики Аристотеля, но выдумали очень мало, по большей части. Мне не очень нравятся они, короче. Они где-то здесь пусть будут. Арабы не очень оригинально стремились. Пусть идут арабы все сюда. Не важно, кто там. Джордана Бруно усатый, да? Хе-хе-хе. Так. Пиздос просто. Да-да-да, Джордана Бруно, конечно. Джордана Бруно, но Джордана Бруно не очень оригинальный мыслитель, на самом деле, тоже идет куда-то в Е, на мой взгляд. Вот, вот-вот-вот-вот-вот. Все, теперь сложнее. Все равно еще половину лиц знаю, половину лиц я где-то видел, соответственно. Ну, еще какой-то дед, короче, странный. Какой-то странный дед. Половину лиц я где-то видел, в общем. И мне очень стыдно, что я не знаю, вот лицо усатого бородатого мужика, которое находится в центре экрана практически сейчас, да? Единственный вроде бородатый мужик здесь. Вот я его забыл. Вот тут романтика в дыхуище, я вижу. Кого же я не узнаю? Кого же я не узнал? Кого же я, блядь, не узнал в лицо? Какие-то современные люди здесь тоже есть. Меня-то поражает немножко. Так. Я не узнал. Давайте, как Лакан выглядит. Здесь должен быть Лакан, я уверен. Лакан здесь есть. Да, я не узнал Лакана, конечно. Конечно, я не узнал Лакана. Я Лаканом никогда в жизни не занимался. Лакан не философ, идет вон. Лакана я точно не узнал. Кто здесь еще должен быть? Давайте, современная философия есть кто-нибудь по ней? Зигмунд Фрейд, Славой Жижик, Адам Миллер, Жак Деррида. Давайте на Жака Дерриду челкнем. Ага, ага. Угу. Так. Так, Альтусера я тоже не читал. Вот Альтусер, где он там у нас? Блядь, я его проебал тоже. Я потерял Альтусера. Альтусера я читал пару раз, вроде бы очень мало читал, причем. Вообще не стыдно, что я его лицо не знаю, и что я его вообще забыл сейчас. Я его потерял снова, он здесь есть. Вот Альтусер, вот он. Хрен знает, ну такой Ешний философ, на мой взгляд, философ на уровне Е, из того, что я читал. Да, тут повторки есть, это да. Поэтому мне тоже не понравилось. Так. Что у нас дальше? А, Гюстов Юнга, Юнга не узнал, конечно. Юнга, я не помню портреты, к сожалению. Юнг не философ. Ну, наверное, на уровне Фрейда тоже в Е пойдет. Так. Что за женщина посередине? Тоже знакомое лицо, но я не знаю. Так, Жоржа Батая здесь нет. Жоржа Батая здесь вроде есть. Но я его не найду. Фуф. Как же заебно. Ладно. Так, Путин это Карнап, скорее всего, да? Или кто-то там из этого. Сейчас. Нет. Карнап-то здесь вообще есть. Сейчас я фоткаю и его вижу. Смогу ли я найти Карнапа? Тут еще все эти фотки надо во всех экземплярах их видеть. Я Адорно узнал. Адорно. Лысый в третьем ряду. Третий ряд. Лысый. Адорно. Окей. Тоже этой философией не занимался. Адорно. Точно? Да, точно. Это Адорно. Не философ. Ну, не философ на уровне Е, короче. Так. Поехали. В чем прикол этого теста? Тир лист. Так. Квайн. Квайн здесь вроде есть. Квайн здесь есть. Так. Вот это вот Фреги. Фреги. Все. Фреги не философ вообще. Да Фреги вообще не философ, по-моему. Ничего нового интересного не придумал. Ладно. Философ на уровне Е. Даже Рассел лучше. И Витгенштейн даже лучше, на самом деле. Фреги очень маленький аспект, короче, в философии. На мой взгляд, проработал. Я хрен знает, конечно, но вот у меня есть подозрение, что да. Такс. Дальше. Смотрим на эти лица ужасные. Ужасные лица. Так. Айр здесь тоже вроде есть, но я его хрен найду. Ну, вот вроде Айр, да? Правильно подозреваю? Правильно подозреваю, что это Айр? Да, блядь, да вы заебали. Он есть где-нибудь в очках? Или я путаю опять его с кем-то? Блин. Внизу, в левом углу Джемс. Внизу, в левом углу Джемс. Окей. Фотку Джемса, кстати, тоже не видел. Он, мне не кажется, кстати, крутым философом. Тоже сюда. Сюда идет. Не любитель я, в общем, Джемса тоже. Поехали. Такс. Может, все, хватит. Может, хватит мучиться. Мне кажется... Мне кажется как-то так. Всех мыслителей, которых я уважаю по уровню их продуктивности, философской, они все уже распределены. Я их лица знаю. Остальные мне вообще, в принципе, не очень интересны. Как ни странно. Остальные мне интересны вообще в минимальной степени. Такс. Ладно. Причем вот это вот лицо, которое на Путина похоже. Вот оно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестое в этом ряду. Я вроде помню кто-то. Да хватит, покажи лист просто. Ну вот как-то так. Топовые мыслители в тире нашем, это те, кто, в общем, создатели своих направлений, какие-то суперские, какие-то классные имбовые персонажи, типа Лао Цзи, Конфуция, Будды, Фалеса, Перминида, Гераклита, вот таких вот Пифагора. Это очень крутые персонажи. Это очень крутые персонажи. Второй уровень, это персонажи эклектики, по большей части, которые, в принципе, не создали, наверное, ничего нового, толкового, да? Блин, я не знаю, что это с хуйня. Ладно. Но при этом накомбинировали множество элементов. Разных. Соответственно, ниже, ниже философы, которые уже находились под влиянием того или иного учения, в данном случае христианства. Путин это Вайтхед, точно. Вайтхед не философ, прошу прощения. Ну ладно, Вайтхед где-то вот сюда тоже входит, в Д. В Д входит Вайтхед, короче. Но при этом они все равно создали какую-то сложную, эклектическую, интересную свою систему, которая имеет место и на которой имеет смысл, в общем, на которой имеет смысл изучать. Дальше идут философы частного характера, но при этом такие передовые философы частного характера, которые что-то вот прикольное изобрели, над чем-то думали, но в рамках какого-то учения. Куда Куна отнесешь? Куда Куна отнесу? Ну, наверное, С, Д, вот где-то вот здесь. Д это тоже частные мыслители, опять же, только чуть более частного порядка в данном случае. Они работали над какими-то более-менее тонкими аспектами своего учения. Гегель с Марксом в одном тире, почему? Ну, Маркс, на самом деле, много чего у Гегеля пересмотрел. А Гегель сам диалектику не изобретал, на самом деле, тоже. Ну, и Маркса нельзя перенести в тирце, потому что здесь реально частные мыслители находятся, здесь уже не вполне эклектики. Здесь люди, у которых нет почти собственного учения, собственно собственного учения. Тот же самый замечательный Гусарль, он не то чтобы создатель прямо из небытия создал феноменологию. Он просто начал тотально прорабатывать эту самую феноменологию. Это аспект учения, очень тонкий на самом деле. То же самое со всеми остальными здесь сидящими. Они как бы не то чтобы большие эклектики великие. Ну, да, короче, это вообще тупо. Тупо на писечке, да, на писечке такие замечательные, замечательные, но все же частные мыслители, которые разрабатывали тот или иной аспект, ну, Рассел, например, Витгенштейн, логику, логику, язык разрабатывали как таковой. Очень сильно ограничивали методологию, философию в целом своими высказываниями. Критиковали все системные философские тоже позиции какие-то. То есть здесь наоборот ограничители такие скорее. Ну, это просто хуйня. Это просто кто попало. Ну, Денет, у Денет сам ничего не придумал, по-моему. Айн Рэнд тоже мало чего сама придумала. Ее можно, конечно, можно повыше чуть-чуть поместить, попробовать. Айн Рэнд, на самом деле, здесь одна из самых сомнительных. У нее вроде эклектика какая-то имеется, да. Она эклектически может пройти чуть-чуть выше, но мне она не очень нравится. Она такая примитивная, простая. Бакунин как создатель, соответственно, анархизма. Ну, пусть будет здесь. Мне не нравится анархизм, политическая философия. По-моему, все это уже тоже давно было. Бакунин почему-то это придумал. Ну, и вот писатели, шмисатели, не знаю, чесатели, языком и так далее, так далее, так далее. Они попали, по большей части, вот сюда с Альтусером. Ну, прошу прощения, Альтусер, и сюда пусть пойдет. Альтусер повыше. Ну, ладно, Фреги повыше пусть идет. По-честному, давайте по-честному. Фреги пойдет повыше пускай. Фрейд ХЗ. Ну, Фрейд пусть будет как основатель повыше. Фрейд как основатель повыше пусть пойдет. Мы немножко переставили. Мыслители эпохи просвещения, они такие себе. Джордана Бруно, ну, хрен его тоже знает. Это мистик скорее, чем философ. Не знаю, он что-то не очень много всего нового выдумал. И у него были предшественники всегда. Из тех, кто может больше всех сомнений вызвать, это, наверное, Чалмерс. Но Чалмерс, я просто не люблю современную философию. Он в лучшем случае вот сюда куда-нибудь уйдет. Но пусть будет здесь. Просто потому, что в моем личном тирлисте он занимает позицию ниже. Это вообще не особо философы, соответственно. Наслаждайтесь. Люди, которые не придумали ничего, короче. А это люди, которых я не узнал. Это может быть стыдно, позорно. Тут, скорее всего, марксистов дофига, каких-нибудь аналитических философов немало. Но их портреты я не видел. Ну, некоторых видел. Я вроде бы даже узнаю издалека. Потому что, когда я знакомился... Кстати, Айр. Айр, 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 Айр вроде бы здесь поблизости есть. Ага. Ща, 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 ща. Кун? Внизу. Да все, забейте, 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 забейте. Все. Все, хватит. Все, все, хватит. В общем, закончили с портретами. Это тоже в хайлайт войдет, наверное.